Час столицы минус один и идёт снег. Спортлайф. Спорт по выходным. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Это программа Спортлайф на Спорт.ФМ. Разговариваем в прямом эфире о спорте и не только о нём, конечно же. Голые очки, секунды, это всё, безусловно, важно. Но есть вещи в жизни, которые гораздо более важны. Мы пытаемся всеми силами до вас это донести. Сегодня говорим о футболе, сегодня говорим о хоккее. О хоккее женском причём, да-да-да, такой тоже есть, не удивляйтесь. Но это будет несколько позже. Также вот нас планируют освещать матч по хоккею с мячом между Енисеем и Сканевтяником. Тоже будем пытаться это делать. Ну что ж, друзья, с новыми силами в бой, в путь. Рассказываем вам о футболе сегодня. Много, долго, жёстко, плотно. Именно по этой светлой причине у нас в гостях. Как всегда, замечательный человек. Подключайтесь к общению с нами. Итак, прошу любить и жаловать. Легенда столичного Спартака Днепра. Четвертьфиналист чемпионата мира в Германии. В составе сборной Украины тренер молодёжного состава «Металлиста» Максим Калиниченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и двукратный чемпион России, напоминает мне болельщик Спартака, наш блистательный продюсер Вячеслав Карпов. Но, к слову, к слову сказать, да. Как только Максим зашёл в нашу студию, в редакцию точнее, и Вячеслав Карпов просто меня сдал в первых же словах, сказав о моих клубных предпочтениях, разумеется. Максим Калиниченко захотел дать мне в рожу и просто нашу редакцию покинуть. Но упросили остаться. Максим, спасибо за это большое. Поговорим о футболе, поговорим о жизни. Кстати, зима. А вы в заснеженной Москве, не на Канарах, не на Гоа, не на Таити? Так уже. Так уже? Уже вернулся. Нет, на самом деле, ещё послезавтра улетаю дальше, потому что находиться в Москве немножко некомфортно перед Новым годом. Ну, слетали уже, слетали в Таиланд, погрелись, уже надо бы и хлебнуть, и морковская каша. А, то есть, всё-таки Новый год будете отмечать в тепле? Ну, надеюсь, что в тепле. Италия потеплее, чем... Да, вы, кстати, говорили, что как раз ваше любимое место для путешествия именно Италия. Ну, так сложилось, не знаю, как-то тянет постоянно. Куда вот не запланируешь, с супругой сидим, думаем, куда поедем, куда поедем. И Испанию, и Австрия, и Бельгия. В конце концов, да ладно, поехали в Италию, ещё есть куда поехать и в Италию. То есть, уже просто можно не выбирать, да? Италия, значит, Италия там не такой уж на большой сапожок, но, тем не менее, ещё не везде были. Ну, не везде, конечно, далеко не везде. Просто, опять же, Италия Италии, но тянет почему-то в Рим. Все дороги ведут в Рим. То есть, сейчас немножко расширим кругозор, но всё равно Новый год будем в Рим. Ага, просто я также ещё прочитал, что вы предпочитаете неактивный отдых. То есть, вы любите лечь лицом в песок и вот так вот наслаждаться жизнью. Именно поэтому ваша замечательная супруга вас называет котом. Ну, есть такое. Ну, в Таиланде спокойненько полежали 10 дней, насладились песком, лицом. А сейчас я не думаю, что будет пассивно. То есть, в Италии мы как раз ежедневно у нас налёт где-то километров по 12, по 13 в среднем. Так, а то есть, вы берёте там машину и катаетесь? Нет, мы пешочком. А, пешочком даже. Здоровье для. Замечательно. Дорогие друзья, поклонники футбола, пожалуйста, ну и московского Спартака в частности, и Днепра, чего уж там. Пожалуйста, звоните, пишите, будут деньги, высылайте, потому что работаем, как известно, за еду. Ну, поэтому 5533, слово спорт, начали сообщение, 2760932, 2761932, код москвы495, вайбер, ватсап, доступный, 92542, 93.2, ну и, конечно же, группа ВКонтакте, спортлайв, спорт.фм, туда обязательно пишите. Все самые интересные вопросы Максиму Калиниченко зададим. Также прочёл, если говорить немного об отдыхе, что худшее место для вас это был Египет. Как так сложилось, почему? Ну, бывает, наверное, не в то время, не в то место попал, как-то не сложилось ни с сервисом, ни с гостиницей, не угадал. В море единственное было хорошо, акул тогда ещё не было. Всё было в этом плане было нормально, но уже, честно говоря, я забыл, потому что это было уже там 15 лет назад. Ну, это направление как бы с того времени уже не рассматривается. То есть есть куда полететь. Ага, есть куда полететь. Тут же вспоминается интервью про ваши самые весёлые выезды. Вот вы вспоминали выезд Махачкалу, это тоже было довольно давно, но мне показалось интересно. Вот вы рассказали, что когда вас поселили в свежепостроенном здании, без каких-либо условий, то есть такие спартанские условия... Для спартаковцев. Для спартаковцев, да. Ну, было, конечно. Тут нечего и скрывать, и, наверное, нечего стыдиться. В то время, наверное, Махачкала был не самый такой туристический центр, скажем так, по понятным причинам. Страшновато было, в общем-то, и поддержка и у нас была, и, насколько я знаю, такой небольшой батальон, скажем так, охраны прилетел к нам. Ну, так немножко жутковато было, всю ночь ребята дагестанские пели, кричали. И рассказывали, что они с вами сделают. Да, всё самое не очень хорошее. Ну, так, общая комната коек на, наверное, на плюс-минус 6-8. То есть кому-то ещё и не хватило, да? Всем хватило, то ли это могло не хватить на всех. Это важно, согласен. Это очень важно. Ну, так, жаловаться-то тогда точно не привыкли жаловаться. Все прекрасно понимали, что куда мы едем, ну и зачем мы, в общем-то, ехали играть в футбол. По большому счёту, тогда Анжи хорошая команда была, хорошую игру показывали. Настраивались на тяжёлую игру, её и получили. Ну, и условия, в общем-то, подобающие были. Ещё один интересный момент с выездом, который я прочитал из вашего интервью, это матч со сборной ФРР. Когда прилетели в Копенгаген, чартер остался там, и вот дальше было совсем интересно. Всё это как бы, да. Вспоминаешь и становится опять, переживаешь всё это. Ну, аэрофобов добавилось, скажем так, после этого полёта. Ну, тяжёлый там заход на посадку специфический. И такое ощущение, в какой-то момент, что просто падаешь. И предупреждены не были. И, в общем-то, это такой... Приятный сюрприз такой. Очень приятный. Ну, там, у людей руки тряслись, наверное, ещё час. Где-то те, кто курил, наверное, не стеснялись и при тренера сразу. А вот вы сказали, что курили даже те, кто этого никогда не делал. Ну, это так образно говоря. К слову пришлось, да. У нас недавно в студии был ветеран ЦСКА Дмитрий Кузнецов, который рассказывал, что когда он играл в футбол, то очень многие позволяли себе различные вредные привычки, в том числе и курение. И даже с Дюшесом иногда у них всё это... Всё бывало отлично, но при этом играть не забывали. Вот в вашу бытность многие без фамилий, без имён позволяли себе что-то такое в бытности игроком. Ну, как бы... И мешало ли это? Нет, абсолютно не мешало. Ну, кому мешало, те отсеивались, на самом деле. Моё такое убеждение очень серьёзное, что футбол всё расставит на свои места. То есть, если тебе... Понятно, что, естественно, это всё мешает и, наверное, укорачивает футбольный век. Но, тем не менее, как бы... Я просто смотрю тенденцию, когда начинал в футбол играть, и уже когда заканчивал, всё это, конечно, пошло на убыль. То есть, раньше выпивали, раньше курили гораздо больше. А вот чем ближе к моему окончанию карьеры... То есть, не скажу, что профессиональнее стали. Ну, скажем так, обученные стали хуже, но курить и пить стали меньше. Вот вам и парадокс. Вот, понимаете, кто не курит и не пьёт, тот состав не попадёт. Правильно? 2-7-6-1-9-3-2... Не без этого. 2-7-6-1-9-3-2, код Москвы, 495. Борис, добрый день. Добрый день, Роман Бальцович. Добрый день, Максим. Здравствуйте. Роман, во-первых, большое спасибо за последние двойные удары. Просто великолепные. Мы старались. Мы старались. Максим, такой вам вопрос. Я, как бы, болельщик с большим стазом видел спартаковцев, ну, хорошего поколения, то есть 60-х годов. Вот. Ваше поколение ничего не выиграло. Мне это обидно. Потому что те спартаковцы... Подождите, Максим, двукратный чемпион России, Борис. Чуть-чуть выиграл. Они показывали просто великолепный футбол. Скажите, что мешало? То, что рассказал Дмитрий Кузнецов или что-то другое? Спасибо. Спасибо, Борис. Я думаю, что как раз поколение 60-х годов, там у них вообще все с дюшесом было, все великолепно. Но играли и выигрывали. Это все-таки, наверное, опять же... Может быть, футбол был другой тогда? Вернусь. Ну и футбол другой. Я говорю, вернусь, наверное, все-таки к истокам и к обученности. То есть раньше все-таки, на мой взгляд, не то, что раньше, сегодня все детско-юношеский футбол, он в глубоком упадке. Все не так, как должно быть, на мой взгляд. И это должна быть серьезная государственная программа на то, чтобы это все возродить. То есть я тут, ну, опять же, вернусь немножко и к Дмитрию Кузнецову. Играем с ним иногда в Лужниках. То есть и бросается в глаза, вот даже сколько людям бы не было лет, там, за 40, за 50, ну, то есть так, как человек останавливает, обрабатывает мяч. Мастерство не пропьешь. Оно абсолютно никуда не девается. И школа, она видна. И у старшего поколения эта школа просто, ну, потрясающая. Она на самом деле видна невооруженным глазом. И поэтому дело не в дюшесе, наверное, а дело в школе и в учителях, которые... То есть сейчас она в упадке? Она в глубочайшем упадке, на мой взгляд. То есть столкнулся даже с тем, что, ну, когда молодежку там тренировал, ну, ребята умеют джонглировать, то есть умеют красиво одеваться, а-ля Кристиана Роналда прически делать, а с футбольным мышлением и с футбольными, как бы, такими с футбольными азами множество проблем. То есть есть большие проблемы и везде, и в России, и в Украине никуда не надеваются. То есть получается, они хотят казаться, но не быть? Казаться, но не быть, получать, но не зарабатывать. Вот. Это тоже проблема. Дорогие друзья, Максим Калиниченко у нас в гостях, легенда Спартака, игрок сборной Украины, поэтому, пожалуйста, задавайте свои вопросы нашему дорогому гостю. Практически все озвучим, ну, прилично, естественно. 5533, слово «спорт» в начале сообщения. 276-0932, 276-1932, код Москвы. Координаты вам известные, поэтому звоните, пишите, будут деньги, высылайте. Вот есть еще один вопрос, тоже он связан и с отдыхом, и с современными течениями, так скажем. Вот. Вам не кажется странным, может быть, правильным или неправильным, что футболисты, которые получают, может быть, не совсем оправданные деньги, отдыхая где-то, выкладывают фотографии на фоне Феррари, выкладывают фотографии там еще где-то, там, в Дубаях, с шейхами в обнимку, и тем самым злят простой народ просто, у которых денег, может быть, не так много. Ну, нет, не считаю. Я сказал бы так, что футболисты ведь не виноваты, что у них такие контракты. Не футболисты... Нет, они же эти деньги не украли. Они не украли, они там с оружием в руках не приходили к руководству. Все то, что происходит, это, опять же, продукт, созданный самим же обществом. То есть, все эти лимиты искусственные, все это вознесение до небес в прессе, все это... Оно все и дает этот конечный продукт. Я вообще, я всегда был за футболиста. То есть, я сам был футболистом. Сколько бы футболисту не дали, это хорошо. Почему? Объясню. Потому что работа футболиста, как бы сейчас мне не оспаривали, не шумели, это очень тяжело, я знаю. То есть, вы согласны, что это работа, которая гораздо сложнее работы? Кого называл Шатов, по-моему, сантехника, или слесаря, или строителя? Нет, каждую профессию нужно уважать, и каждая профессия должна оплачиваться достойно. Соразмерно. Соразмерно, наверное. То, что у нас какие-то заоблачные зарплаты, это футболист не виноват. Не виноват. Абсолютно. Но футболист работает, работает, бывает на износ. Не то, что бывает, они работают на износ. Те футболисты, которые добиваются больших высот, их на самом деле немного. Спортивных высот. Спортивных высот. Те, конечно, заслуживают и, наверное, и выложить и феррари. А то, что молодежь тянется, скажем так, не в то русло. Ну, это все воспитание. Опять же, это все, говорю, продукт того, что мы создали сами. Это продукт общества. Общество вознесло этих ребят до небес, когда они выиграли в свое время третье место. Мы подумали, что все уже оправдалось. И лимит оправдался, и высокий. Ну, а тут последовали провалы, и все. у нас очень любят быстренько смешивать с одним... Вопрос пришел, судя на мой взгляд, логичный. Откуда столько времени на дюшеств, если работают на износ? После работы. После работы. Не, понимаете, друзья, вот как спортсмены, да, я сам бывший профессиональный спортсмен. Здоровья много, надо его куда-то девать. Вот и получается, что когда отдыхают, всякое происходит. Друзья, вот у нас уже в редакцию подтягивается вся наша спартакская бригада, поэтому я остаюсь в численном меньшинстве. Ну да ничего, мал клоп да вонюч. Так что вы мне тут не здесь. Друзья, Максим Калиниченко у нас в гостях, и очень много, очень много, очень много вопросов Максиму. Вот, например, хороший вопрос, мне кажется. Максим, здравствуйте, и вы, кстати, на него уже отвечали, насколько мне помнится, в одном из своих интервью. Не планируете ли вы в ЛФЛ играть, по примеру, Алдонина, Сычева и Колодина? Здоровье не позволяет сразу. Предлагают, предлагали, наверное, будут предлагать, но я не берусь за те вещи, которые не могу выполнять там на все сто процентов. Сейчас ножка побаливает, ну, скажем так, не позволяет играть так, как я хочу, наверное, так, как голова моя хочет, то есть уже тело мое так не может играть, поэтому я лучше спокойненько, ветеранчиками. Играть в полногима не согласна? Не могу, никогда не мог, и сейчас даже в этих ветеранских наших играх иногда подбешивает, честно говоря. То, что вот хочется сделать, вроде видишь, а не получается? Это око видит, ой, или как зубний мёд, зубний мёд, да. Это про меня абсолютно. Так, друзья, вы спрашиваете, что будет с Поветкиным, и как Астерин нашли в очень маленьком количестве, какие могут быть варианты развития событий. Максим Калинченко, вы не следили за развитием событий в истории с нашим боксером Александром Поветкиным? Случайно. Следил, конечно, и очень был возмущён, скажем так, что именно накануне игры такой казус. Опять же, если он окажется чист, это будет замечательно, но если всё-таки там какой-то в пробе Б подтверждение найдётся, но это не Поветкину, опять же, минус, это всей его команде, докторам, менеджерам, я не знаю, как у них там работа, не знаю глубоко, но это просто, это нонсенс. В тех реалиях, в которых сейчас находится спорт, под каким прессом и под каким вообще вся эта допинговая история, просто попадаться. Да, причём попадаться на старине, который был запрещён в 2008 году, то есть, согласитесь, в этом есть очень много странного, но давайте я вам дополню некоторые моменты, если вы вдруг не в курсе. Дело в том, что буквально вчера пришли следующие события. Немножечко от футбола отличёмся, раз такой вопрос задали, и Максим в курсе, поэтому тоже будет, наверное, интересно послушать. Так вот, вчера пришли сообщения о том, что следующая допинг-проба, взятая у Александра Поветкина 13 декабря и взятая проба 15 декабря, они были абсолютно чисты, и то содержание Астарина, которое было найдено в его пробе, оно было ничтожно мало. Его содержание было меньше, чем вот этого самого Мельдония, который был у Поветкина ещё в прошлый раз. Как это получилось? Ну вот как? Ну наверняка люди, переодетые водопроводчиком, по старой доброй традиции, залезли в тренировочный лагерь к Александру Поветкину, не побоялись же, да, это как всё равно, что воровать на тренировке по боксу. Я, кстати, с этим сталкивался. Не воровал, но у меня украли. Тоже смелые люди. Да, расскажу об этом попозже. Так вот, видимо, люди какие-то переодетые водопроводчиков отправились в лагерь к Александру Поветкину, что-то ему там, причём в каком-то вот таком количестве. Да. Если кроме шуток, но есть просто, есть проба Б, которая будет скрыта. То, что повторные анализы, это всё хорошо, то, что они чистые или фактически чистые, но ничего от ответственности не убережёт, если в пробе Б будет найдено в достаточном количестве. Вот тогда, вот тогда уже будут совершенно иные разговоры. Возвращаемся к футболу, возвращаемся к Спартаку, и вы продолжаете задавать свои вопросы. Очень много про Спартак, но давайте вот из Оренбурга пришло. Добрый день, Максим. Как сложилась судьба Моцарта? Не знаете? Ну, смотря какого. Тут, который музыкант или... Да-да-да, вы уточните. Не, ну, наверное, конечно, который был игроком спорта. Честно говоря, не знаю. В Бразилии он поиграл. Чем вся его история закончилась, закончилась ли, я не в курсе. Может, ещё играет человек. Что-то я такое слышал где-то, краешком уха. Я тоже краешком уха где-то что-то слышал, но что, не могу вспомнить, честно. Не очень слежу за Моцартом. Да, насчёт этой присказки есть такая неплохая старая шутка. Вы слышали, чем запомнился, чем знаменит Майк Тайсон? Да-да, краешком уха. Дорогие друзья, меня зовут Роман Мазуров, Максим Калиниченко у нас в гостях, и мы продолжим с ним общаться сразу же после небольшой паузы. Реклама Не верю, что этот торшер продаётся так дёшево, и что на это кресло такая скидка, тоже не верю. Маша, ну сколько уже можно не верить? У нас и так полная тележка твоих не верю. Только с 22 декабря по 25 января. Невероятные цены на распродажи в Икеа. Выгодные предложения в супермаркетах Билла. Только с 22 по 28 декабря колбаса сальчичон Черкизова всего 54 рубля 90 копеек за 100 граммов. Билла, вот это мне по вкусу. Количество товаров ограничено. Подробности на крапива.ру Крапива жжёт, потому что цветёт. Медуза жжёт, потому что сердится. А Петрович жжёт, потому что щедрый. Щедрые цены по акции Петрович жжёт в строительном торговом доме Петрович. Штукатурка гипсовая, вебер, витамин, профи, гипс всего 290 рублей. Подробности на петрович.ру Цены действительные до 29 января. Количество товара ограничено. ООО СТД Петрович, Санкт-Петербург, улица Салова, 46 литера В. ОГРН 106-784-754-56-55. Расстряси Йоу-Март на подарки. Только в декабре. Купи телевизор Зифро 43 дюйма всего за 18 990 и получи возможность выиграть Макбук Эйр, Айфон 7 и ещё более 100 тысяч крутых призов. Вы дарите близким, мы дарим вам. Информация об организаторе акции, сроках, призах, месяце и порядке их получения по результатам акции на сайте юмарт. Количество товаров и подарков ограничено. ООО Юлмарт РСК, СПБ, СИЗОВА 2А, ОГРН 111-784-760-79-00. Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64. Код Москвы 495. Спортивные легенды на Спорт-ФМ. Владислав Третьяк, пожалуй, самый знаменитый вратарь в истории хоккея. И это несмотря на то, что впервые взял клюшку он только в 11 лет, а в ворота встал и того позже. Зато потом прогресс пошел стремительно. В 15 Владислав вошел в команду мастеров ЦСКА, в 16 дебютировал в высшей лиге, в 17 он попал в первую сборную, а в 18 стал чемпионом мира. К 20 ему покорилось олимпийское золото. Жизнь Третьяка стала однообразной. Случаи, когда его команда не выигрывала какой-то турнир, были огромной редкостью. Так вышло, что в важнейшем матче зимних игр 1980 года советская команда неожиданно уступила американцам и не смогла взять золото. Впрочем, на следующий год вратарь помог сборной одержать победу на Кубке Канады. Третьяк завершил карьеру в 32, вскоре после того, как стал олимпийским чемпионом в третий раз. Если в 30, 40 и даже в 50 лет люди не занимаются физкультурой, то это предрассудок, унаследованный от былых времен, когда праздная жизнь считалась идеалом благополучия. Советский ученый Валентин Гореневский. СПОРТЛАЙФ ТОЧНАЯ ПЕРЕДАЧА СПОРТА СПОРТЛАЙФ на Спорт.ФМ продолжается. Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Роман Мазуров. Разговариваем сегодня о спорте. Зимой, в разгар, можно сказать, перед самим Новым Годом беседуем о футболе. Как бы это странно не звучало. И именно по этой светлой причине мы опрашиваем сегодня нашего дорогого гостя Максима Калиниченко, который пришел в студию не один, пришел с замечательной дочкой Машей, которая съела уже все конфеты в редакции, которые есть. И я так понимаю, что обыграла папу в дартс. Было дело, папа не смог попасть ни разу даже. Приблизительно даже. В доску не мог попасть. Да, поэтому теперь наша студия, она немножечко в дырочку, поэтому, да, Максим, можно микрофончик чуть-чуть повыше, да, спасибо большое. Друзья, задавайте вопросы нашему замечательному гостю, легенда старичного Спартака, четвертьфиналист чемпионата мира в составе сборной Украины, игрок Днепра, тренер молодежного состава Металлиста, поэтому все сюда, все к нам. 5533 слово спорт в начале сообщения 276-0932 276-1932 код Москвы 495 вайбер ватсап доступно 925-4-2-93-2 и, конечно же, группа ВКонтакте спортлайв спорт.фм туда обязательно пишите. А вот дополнили про Моцарта, написали, что он уже оказывается тренер и представили какую-то странную фотографию. Ну, может быть. Давайте, вот меня уже в перерыве просто запытали мои дорогие коллеги, которые поддерживают Спартак и Знальчика, но почему-то хотят говорить о Спартаке Московском, ну, по понятной причине. Наверняка то, что происходит сейчас в столице РФПЛ вас радует. То есть? Спартак на первом месте. А, в таблице. В таблице. Мне посажали, в столице РФПЛ. В столице РФПЛ. А, кстати, где у нас столица РФПЛ, интересно? Ну, так вот, в таблице РФПЛ все радужно для вас. Все великолепно. Все великолепно. Все великолепно. Ждем продолжения банкета в следующем году. Будет ли? Будет ли? Просто я слышал, точнее читал ваши такие настороженные комментарии по поводу следующего раза, так скажем. обжег... Как-то... Раз обжегшись или как... Обжегшись, обожж... Когда ты обжегся на молоке, да? На молоке дуешь на воду. Поэтому что-то загадывать о Спартаке, ну, это такое неблагодарное на самом деле дело. Потому что сколько уже мы наслышаны и увидели, что было после Нового года. Поэтому все-таки от Кареры жду продолжения такого ежовых рукавиц, в коих он держит команду. И, в общем-то, надеюсь и уповаю, что в следующем году, ну, не в сезоне, а в году мы все-таки дожмем и станем чемпионами, чтобы как следует это дело отпраздновать. Это очень хорошее дело. Кстати, как вы праздновали чемпионство, об этом тоже обязательно поговорим, а то слишком много будет разговоров о Дюшесе. То есть вы считаете, что в главу угла все-таки здесь ставятся дисциплины, и именно она является причиной успеха? Ну, на мой взгляд, все-таки Каррера, помимо того, что он где-то что-то тактические какие-то моменты и нюансы допилил, скажем так, и допиливает, потому что все-таки итальянец, это итальянская школа, там этих нюансов на каждом метре могут они рассказывать по три часа про эти нюансы тактические. Но главное, что он добавил энергетики, главное, что он, в общем-то, видно, что он держит команду в тонусе, в тонусе именно в психологическом, то есть не дает расслабляться после побед и не дает, скажем так, посыпать голову пеплом после поражений, как с крыльями вышло, видно было, что команда, в общем-то... что там случилось, как-то совсем странно было, 0-4. На ваш взгляд, вот со стороны понятно, что это надо быть в команде, чтобы точно сказать. Ничего не случилось, в общем-то, залетело то, что... все, что могло залететь, то залетело. Те моменты, которые были, не использовали. Ну, то есть такое-то типичное выражение это футбол. То есть, вот так вот бывает. И пенальти там, в общем-то, было, которого не было, и гол в раздевалку. Ну, то есть такие нюансы, которые, по большому счету, дали понять, что в этой игре нифига не светит, по большому счету. И это было видно, как вышли на второй тайм. То есть, вроде и старались, но видно было, что все, ну, без шансов. То есть, скорее получат третий и четвертый, чем... Забьют. Чем забьют, да. 276-0932, 276-1932, код Москвы, 495. Борис, здравствуйте. Еще раз, добрый день. Сделайте приемчик, пожалуйста, потише. Добрый день. Максим. Добрый. Спасибо за то, что вы ответили на мой вопрос. Ну, как бы в продолжение своего вопроса хотелось бы просто спросить. Вот сейчас, будем говорить, вы воспитанник украинского футбола. Мы помним великолепно Киевская Динамо, Сахтер, Днепр, Зарю и так далее. Вот. Как вы считаете, вот то, что предлагал Газаев объединить общие чемпионаты, какие бы места занимали те команды, которые сейчас есть на Украине? То есть уровень украинского футбола. Спасибо. Спасибо. Ну, сейчас немножко некорректно говорить о том, не то, что про уровень. Уровень сейчас, конечно же, упал сильно, упал уровень чемпионата Украины, но Газаев рассматривал объединенный чемпионат именно тогда, когда, в общем-то, в Украине все было в порядке в футболе более или менее. И тогда, я думаю, что те гранды, скажем так, которые были в Украине на тот момент, ну и сейчас, в общем-то, это Динамо, Шахтер, тогда был Днепр, тогда был Металист, но они бы точно не послезадник, скажем так, в этом чемпионате, потому что я знаю не понаслышке, потому что я играл и в том, и в другом чемпионате, но украинский чемпионат, по крайней мере, физический, он был тяжелее, то есть команды, даже те, которые были не такими звездными по составу, они упирались очень прилично и брали другими вещами, брали физической формой, брали самоотдачей, брали тактической, в общем-то, выучкой, потому что, ну все-таки футболистов было тоже предостаточно хороших в то время, именно классных исполнителей. Сейчас, конечно, сейчас все тяжело, отток футболистов пошел, продолжается, молодежь начала уезжать, что, на мой взгляд, наверное, даже хорошо, что молодежь уезжает в Европу, пробует себя там, приобщается, скажем так, к общим мировым тенденциям, потому что все едут в Бельгию, в Голландию, там, в такие, не самые топовые чемпионаты, но потом оттуда есть возможность все-таки выстрелить. но они там играют, они сидят на ладзине. Да, они играют, они приобретают необходимый опыт, это что касается молодежи. Ну, а те вот уже не молодые ребята, которые уехали, тут же Зазуля, офигеть, ну, у них там немножко все похуже, у Кравца вроде наладилось, который перешел, скажем так, даже я удивился, что мне казалось, что немецкий чемпионат для Кравца будет очень его, а он, он заиграл как раз в чемпионате Испании, который по его фактуре не должен был быть. Но так, мне это, вот это мне нравится, потому что, но это не украинский чемпионат, это то, что касается украинского футбола. А чемпионат, конечно, немножко тоскливый. 276-09-32, 276-19-32, код Москвы, 495, Максим Калиниченко у нас в гостях, Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, рад вас приветствовать, и Максима, и, конечно же, дорогого нашей любимой радиостанции, и вас, Роман, да, прежде всего хочу выразить, конечно, поддержки всем, всем, всем родственникам и родным потепешившего авиалайнера, да, ну, хочется сказать, чтобы все действительно совладали с собой, и мы разделяем боль утраты, и вместе с ними переживаем этот ужасный момент. Вопрос у меня к Максиму, Максим, вы всегда симпатизировали о вашей игре, я хоть и являюсь болельщикам футбольного клуба «Локомотив», но я помню, как вы одаренно и действительно талантливо играли. Я считаю, что с вашим потенциальным футболом, да, вы могли бы играть в сильном европейском клубе, вот что помешало все-таки вам попасть в хороший европейский клуб, потому что все помнят, какие вы красивые голы забивали, и в чем, на ваш взгляд, парадокс одного, Андрея и второго, а один Андрей, ваш соотечественник, Шевченко, стал звездой мирового футбола, да, и несколько лет, 8-9-10, очень успешно играл в мировании, а наш Андрей Аршавин, ну, к сожалению, я думаю, то, что со мной все согласятся, не стал звездой мирового футбола, хотя он очень тоже обладал большим потенциалом в плане таланта, да, и как вы смотрите на развитие, соответственно, Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России в футбол, и Андрея Шевченко, и сможет ли Андрей Шевченко вывести вашу команду на финальную часть, которая пойдет в Россию. Спасибо, успехов, всего самого хорошего. Спасибо большое, как много вопросов. Да, много, спасибо за оценку моих скромных способностей. Начну по порядку, мог или не мог, наверное, мог, но, опять же, Звали? Наверное, звали, это не ко мне, тут либо звали, либо что-то приходило в клуб, либо в какой-то момент, когда у меня появился агент, разговоры все были с агентом. Я, честно говоря, не знал, наверное, ну, то есть, что-то было, но не думаю, что на тот момент было что-то лучше Спартака, скажем так. В тот момент чемпионат развивался, Спартак развивался, это все-таки был даже, ну, не середняк, даже по европейским не по заслугам, но вообще по выстроению, ну, по клубу, скажем так, по клубу был выстроен выше среднего европейского уровня, поэтому уходить из Спартака куда-то в условный там середняк Германии, там Италии, Испании, если что-то было, опять же, я не говорю, что что-то было конкретно, ну, то есть, нецелесообразно, из лидера уходить в середняк не хотелось. Максимович, это Авангард Трактор, Борис Металлург, Магнитогорск, две эти встречи стартуют уже менее чем через 10 минут, в 16 часов нас ждет матч Лады Северсталь, но в 17.00 игровой день завершится встреча нефтехимикска. Мария Тирская, спасибо большое. Спортлайв Спортлайв продолжается, напоминаю, меня зовут Роман Мазуров, и мы продолжаем с пристрастием опрашивать нашего дорогого гостя Максима Калиниченко, и Максим, я думаю, продолжит отвечать на вопрос. Он был связан с Шевой и Шавой, с Андреем Шевченко и Андреем Аршавиным. Почему у Шевченко получилось, у Аршавина нет? Тяжело сказать, почему одного не было. Может быть, Шава попал уже позже, уже как сложившийся, наверное, футболист, он попал в топ-клуб, и это, возможно, уже потенциала, такого физического потенциала, наверное, не хватило. Все-таки английский чемпионат, он достаточно энергозатратный. Тот же самый Шева, туда перейдя, Челси, тоже в достаточно уже серьезном футбольном возрасте, ну, в таком зрелом, тоже ничего, в общем-то, толком не успел показать. Перейдя в Милан в достаточно таком молодом возрасте, в общем-то, он прогрессировал с той командой, с той плеядой великолепной Миланской, и, в общем-то, окружение помогло, наверное, стать Шеве, тем Шевой, которого мы знаем. То есть, просто человек попал в свою команду? И команду попал, ну, плюс, конечно, не надо умолять достоинства самого Андрея, потому что и потенциал, и его желание, конечно, его работоспособность дали тот результат, который он имеет. Ну, что касается Андрея Аршавина, может быть, не настолько талантливым он оказался, каким его видели? Я не сказал бы, что он не настолько талантливый. Он талантливый, безумно талантливый. Но почему у кого-то получается, у кого-то не получается, но тяжело очень сказать. Мы уже касались талантов, в общем-то, в нашем разговоре. Всяко может быть. Я не считаю, что у Андрея плохая карьера была. У него замечательная карьера, у него масса титулов и масса личных достижений. И покер, в матче премьер-лиги, на Энфилде. На Энфилде, да, на всяких. Есть чем, есть что вспомнить и есть о чем рассказать. Но сравнивать. Просто с Шевченко мало кого можно сравнить в нашей новейшей, да и, наверное, уже не новейшей истории. Да, друзья, продолжайте задавать свои вопросы. А, и вот третий кусочек этого самого вопроса по поводу Андрея Шевченко как тренера и Станислава Саламовича. Опять же, сравнивать, наверное, не очень корректно. Почему? Потому что Саламович уже достаточное время тренирует. И клубы у него были и успешные, и не очень отрезки в карьере тренера. И он дорос таким, скажем так, своим путем до тренера сборной. То есть у Андрея все немножко по-другому. То есть это его первый тренерский опыт и сразу сборная. Но тут надо отметить, что у него очень хорошая команда помощника. Очень опытные помощники, которые помогут и которые позволяют ему в общем-то держаться, держать марку и развиваться и добиваться результат. Я считаю, что в таком симбиозе Шевченко достаточно хорошие шансы и стать хорошим тренером и даже в этом отборочном цикле достичь каких-то результатов. Да. Вот хотел немножечко вернуться к теме переходов. Вот вы сказали, что молодые украинские игроки едут в Голландию и в Бельгию и там играют действительно. Просто сейчас активно муссируется в интернете информация о том, что Федор Смолов может переехать в Дортмундскую Боруссию. Федор Смолов и сразу в Боруссию. Вот на ваш взгляд надо это? Какого ли он уровня игрок? Мое мнение, что если есть этот вариант, нужно ехать не оглядываясь. Не то, что отсюда надо бежать, надо бежать туда. То есть футбол на сегодняшний день он в Европе и перемещается потихоньку в Китай. На сегодняшний день пока... Вон Витцеля хотят уже китайцы. Они с ума сошли, они всех хотят. Какие деньги дают, что... Как туда не поехать. Ну Халк же поехал, поэтому... Витцель уже и Ювентус не хочет, насколько я понял. Спасибо. У меня есть вот. Так. Надо ехать, надо пробовать. И тут еще опять же тенденция такая, что Федю всегда здесь ждут. То есть он поедет, не получится, его примут с распростертыми объятиями в любой там фоп-клуб российской премьер-лиги. Вспомните, какими наши оттуда приезжали. Каким уезжал Павличенко, Жирков, Погребняк тот же самый, Белелединов. А какими они оттуда приехали? То есть вы считаете, что там портят их? Я не знаю, кто. Они сами себя там портят? Или вот почему? Просто говорят, что вот наши там не готовы бороться за место в составе. Привыкли, что им здесь как бы на все готовенькое. Вот у них там паспорт есть, они худо-бедно играют, зарплата есть, поэтому можно особо не напрягаться. А там нужно бороться за место в составе, которое тебе никто не гарантирует. И где наши с этим не справлялись? Ну это действительно так. Там надо бороться. Там надо бороться по два раза в неделю за место в составе. Это тоже немаловажно. Мы привыкли здесь готовиться в недельном цикле. То есть спокойно после игры выходной, там втягивающие. Ну то есть такой цикл у нас выстроенный недельный. Но там тренироваться в общем-то и не надо, там только играть надо. То есть я там небольшой период предсезонки, где ты там штанги потаскал, где немножко побегал, но и то готовятся они тоже в основном насколько я знаю через игры, через турниры, через какие-то Китая летают, там во все эти страны летают. Плохо это хорошо не знаю, но действительно наши не готовы во многом к этим нагрузкам, скорее всего именно к физическим нагрузкам. И тяжело перестраиваться, а там никто не будет ждать, там не ждут, как от нас ждут, от легионеров могут год ждать, полтора. Если ты приехал за 25 миллионов, то будь добр. Сразу дать результат. Выходи и давай результат. Нет, так там таких 20 человек. 276-0932, 276-1932, код Москвы, 495, Максим Калиниченко у нас в гостях. Артем, здравствуйте. Привет, Максим, привет, Роман. Здравствуйте. В первую очередь хотелось бы выразить огромнейшую благодарность Максиму за счастливейшее детство, юность, за великолепную игру вместе с Егором Титовым, которую демонстрировали на поле. Просто душа пела тогда. Это было настоящее счастье наблюдать. Шикарнейшая техника, Максима. Блестящие передачи, штрафные удары. Просто вот вспоминаю прямо сейчас слезы на глазах. Это было круто, очень круто. Прямо слышу, прям слышу слезы. Спасибо. Спасибо. Верно, верно. Хотелось бы, хотелось бы еще вспомнить, наверное, самую главную для меня, наверное, голевой передачу Максима в 2005 году. Ворота локомотива забил Егор Титов именно с передачи Максима. Этот гол принес нам серебряные медали тогда 2005 года. Были очень приятные моменты. Хотелось бы, чтобы Максим попросить вспомнить, передать те ощущения, которые тогда были. Как была сделана эта самонаводящаяся какая-то передача? Сейчас, после паузы. Благодарим Артему очень сильно за этот звонок, за эти воспоминания. Максим? Как сделано? Технично было сделано. По-спартаковски прямо сейчас скажу. Нет, на самом деле такая атака была. Я хорошо достаточно ее помню. Я с левого фланга не скажу, что прям прорвался. Там контратака была. Я хотел с левой ноги передачу быстро по ходу сделать, но я поскользнулся и упал. И вот так не было бы счастья, да несчастье помогло. Я его подобрал, этот мяч, и как раз там Егор подоспел. И таким, можно сказать, вторым темпом у меня такая передача, пласер такой пошел прямо ему в эту, в его... В макушку, да. В макушечку, да. Он тоже технично все исполнил. Ну, так как на самом деле игра была наша, были полностью уверены, что ее обыграем. В конце там гол пропустили, необязательные такой нервотрепочки добавили. Но на тот момент на самом деле действительно это было такое, как маленькое чемпионство. После там прошлого года, где мы там какими-то восьмыми, я не помню, каким мы там были сразу на второе место в Лигу Чемпионовская вскочить. Это действительно был успех. Да, дорогие друзья, и вы продолжаете присылать свои вопросы нашему дорогому гостю Максиму Калиниченко. Все координаты уже известны. Так вот, хотелось бы быстренько до перерыва закруглить эту тему с переходами. Вот на ваш взгляд Федор Смолов это игрок Баруси, это игрок немецкого чемпионата? Или же, может быть, ему следовало бы попробовать себя где-нибудь в Англии или, может быть, в Испании и в топ-клубе или же нет? Чтобы он там играл или сидел под кем-то? Тяжело. Ну, играть нужно, но главное тренироваться с теми людьми, с которыми ты можешь прогрессировать. Тут тоже такой вопрос, будет он играть, не будет он играть. Как будет тренироваться, так будет и будет играть. Но, опять же, повторюсь, если есть предложение от Баруси, зачем искать предложение от условного Дармштадта. От Штутгарта. Если есть, это действительно, надо ехать и его отдавать, продавать. То есть, руководству клуба хочется сказать, что не нужно каких-то препятствий чинить. Потому что такой шанс, но он раз в жизни, на самом деле, для наших футболистов это один на, не знаю, по на 200. То есть, может быть, больше и не позовут. Тем более в Баруси. Время-то идет все равно. Да, уже 146 лет, тем более, Дортмундская Баруси же не будет приглашать абы кого, наверное. Наверное, его ведут не один день и не один месяц. Я думаю, скорее всего, что это года 2-3 за ним следят. Там все серьезно. Это то, что с Бухты Бараста давайте Федю купим. За ним следят давным-давно. Я думаю, что если будет предложение, то оно будет обоснованное коллекционной службой. Да, друзья, еще раз напоминаю, Максим Калиниченко у нас в студии. Продолжим с ним общаться сразу же после небольшой паузы на Спорт.ФМ. Кунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 90%. Сейчас в Москве минус один. Спортлайв на Спорт.ФМ продолжается. Еще раз всем категорический спортивный привет. Меня зовут Роман Мазуров и мы продолжаем с вами беседы о футболе. Именно по этой причине у нас в гостях легенда столичного Спартака Днепра, четвертьфиналист чемпионата мира в Германии, тренер молодежного состава металлиста Максим Калиниченко и вы продолжаете задавать ему свои вопросы в том числе и звоня в студию 276-0932 276-1932 код Москвы 495 Алексей здравствуйте. Добрый день. Слушаем. Здравствуйте Роман здравствуйте Максим выражает свою соболезнованность по поводу авиакатастрофы очень грустно конечно. Вопрос у меня к Максиму. Максим у меня такой вопрос как к вам профессиональному футболисту. Мы все знаем что успех футбольно-профессионального клуба ну как бы очень много факторов обуславливается. Допустим там хороший тренер хорошая игра и хорошие игроки в команде. Ну плюс там еще много всяких факторов которые болельщику не видно невооруженным взглядом. Но все-таки львину долю как бы успеха составляет это конечно хорошие игроки топовые. И это факт это нельзя отрицать то что берем допустим полуфинала четвертьфинала Лиги чемпионов там выступают команды ну с хорошими топовыми игроками. Те команды которые на трансферном рынке ведут себя ну как бы лучше всех. Ну скупая грубо говоря можно сказать так скупая всех хороших игроков. Так вот у меня вопрос стоит следующий может ли команда ну средняя крепкая команда с хорошей командной игрой оточенной ну грубо говоря на 100% по тактике техническим характеристикам нивелировать вот эту дельту к клубам которые имеют ну берут играя за счет топовых игроков и как бы играть на протяжении допустим сезона два-три сезона за счет командной игры или все-таки если команда скупает топовых игроков это просто нереально. Спасибо большое. Спасибо. Вопрос такой постоянно о нем спорят то есть иметь команду звезд или команду звезду как у Лобановского было который доказал в общем-то что ну из не то что обычных из достаточно средних по европейским меркам футболистов можно сделать команду которая будет держать марку но конечно же на такой на долгой дистанции если у тебя подобраны топовые футболисты если ты взял себе в клуб топового тренера и топовый персонал то естественно скорее всего и наверное это правильно и правда что эта команда она должна побеждать должна и на дистанции и вообще на всех этих вещах она должна показывать топовый уровень Лестер недавний пример команды звезды я бы сказал который который ну в общем-то всех поразило в прошлом чемпионате но тем не менее вот выдернули скажем так стержневого Канте оттуда и что мы видим видим что Челси которым Канте идет на первом месте показывает такой добротный серьезный футбол а Лестер в общем-то ковыряется в середине таблицы но в следующий раунд лиги чемпионов вышли с первого места ну да в общем-то показывают может быть сделали ставку на это просто да и я уверен что сделали скорее всего ставку на на лиге чемпионов почему потому что наверное лавочка все-таки не позволяет выполнять такие высокие задачи как на на два этих на два таких турнира как премьер лига английская и лига чемпионов ну таки наверное была сделана ставка руководство сделали ставку на лигу чемпионов на такой на некий на расширение влияния скажем так бренда Лестер на мировом на мировую арену скажем так и Лестер там сейчас шумит и я думаю что если имеет шанс пошуметь и дальше 276-0932 276-1932 код москвы 495 вайбер ватсап доступно 925-4-2-ки 93-2 группа вконтакте спортлайв спорт.фм туда обязательно пишите Максим Калиниченко у нас в гостях давайте поговорим еще немного о спартаке потому что много вопросов то есть вот хотелось бы вернуться к тому где мы закончили разговаривать о спартаке о тренерах да то есть я также прочитал в вашем интервью что вы говорите что Оленьчев прямой но мягкий вот с нами так нельзя или со спортсменами так нельзя с футболистами так нельзя надо обязательно бутсы кинуть по роже съездить там еще как-то повлиять ну не всегда это не панацея иногда это нужно иногда это нужно в любом коллективе вы же сами знаете что если тут вашу контору распустить да тут будет ну все будет каждый будет делать то что хочет тут не будет ни передач ничего конечно то есть руководитель он для этого и нужен чтобы команду сделать командой в какой-то момент у Димы просто это не получилось это мое мнение оно чисто субъективное я не знаю как было в команде как отношения у него с футболистами или какие отношения между тренерами были все это очень такая сложная тема я говорю о том что то что я видел а вы сказали что он пришел Спартак именно тренировать все таки рано ну то есть надо было видимо в арсенале побольше побыть не обязательно арсенал арсенал это в общем-то не самая показательная команда потому что вроде он ее и вывел в премьер-лиг тот же лифт пошел вниз я думаю что у него были предложения не такие как Спартак возможно возможно нужно было еще под два пооббиваться и все-таки опять же наверное не хватило помощников настолько опытных которые которые подсказали бы те вещи которые он в бытность игроком он это знал со стороны игрока но как со стороны тренера все-таки это совершенно другие эмоции совершенно другие ощущения и вот таких помощников которые обладали бы этим опытом ему и не хватило все-таки те люди с кем он работал это и Дима Ананка и Егор Титов это такие же молодые тренеры и без опыта работы они все вместе там условно говоря начинали и шли то есть каких-то вещей именно не хватило опыта а вот тогда возникает такой вопрос вы тренер молодежного состава металлиста как в себе убить игрока и начать смотреть на игру как тренер только за счет опыта тяжело на самом деле и убивать игрока но с молодежью это полегче молодежь все-таки ну она еще помнит тебя игроком и на каком-то уважении все-таки еще это зиждется то есть есть те вещи которые я говорю и они верят тебе то уже в более взрослом футболе такие вещи могут и не прокатить потому что футболисты уже сложившиеся и уже кое-что увидишь да вы говорили что у вас были как раз разногласия с тренерами потому что приходит молодой тренер а вы уже игрок с опытом и поэтому у вас свое видение игры за счет этого самого опыта и поэтому случались несогласия я всегда их выражал корректно я никогда не не выражал несогласия каким-то демонстративным способом я всегда пытался найти диалог и пытался подсказать там молодому условно говоря молодому тренеру свое видение чтобы улучшить не для того чтобы себя как бы поставить выше а для того чтобы улучшить командные результаты которые в какой-то момент падать начинали а это воспринималось как попытка учить то есть что я хочу залезть в шкуру тренера и свой авторитет поставить выше тренера у каждого свое восприятие я тоже никогда не молчал и опытнее становился тем становился спокойнее опять же у каждого свое восприятие и то что помощь нужна скорее всего как бы тренеру не нужна помощь от футболиста видимо нет но некоторым тренерам хотя я так не считаю друзья продолжайте задавать свои вопросы вернемся к столичному Спартаку для вас Максим Калиниченко кто стал главным открытием в Спартаке кто был лучшим если есть такой человек в первом круге чемпионата России открытием открытием наверное Зелуиш стал который заиграл так как от него ждали вот чем его накормили не знаю на горох поставили розги включили воспитательный процесс что с ним сделали тяжело сказать возможно адаптация пресловутая прошла то есть все нормально стало в семье возможно там как-то обжилась семья вон в коллективе обжился уверенность просто добавилось и все ты приезжаешь например на базу как домой ты уже понимаешь что это твой дом твоя семья и пошло и начал забивать то есть у него все были данные но просто не забивал человек сейчас начал забивать вот тут вот да мне кажется он может спокойно выступать на чемпионате России по прыжкам в высоту у него такая форма он очень хорошо прыгает действительно как будто подбрасывает а лучший наверное Глушаков не наверное а на мой взгляд наверняка тоже который он тоже сейчас заиграл наверное так как раньше расширил Каррера расширил его диапазон его работы то есть он вытащил с опорника он начал играть более атакующего футболиста так называемый бокс-то-бокс это его видно что это его позиция это любимая его позиция на которой он привык играть еще в локомотиве любит бить поворотом у него хорошее голевое чутье хорошее чутье на момент тогда когда нужно ударить и он забивает его и красиво и самое главное важное за пределом штрафной здорово хорошая хлопушка да он пользуется болельщики ЦСКА не дадут соврать сейчас кстати очень хотел с вами поговорить о дерби много дерби вы прошли и читал некоторый матч также немножко меня так поразила история про то что полетела пустая бутылка от Дюшеса в вас да было дело я говорю так ну не уверен даже что она пустая была так хорошо прошла рядом пробила черепушку да 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 причем мне очень понравилась фраза видимо фаталиста Максима Калиниченко зато нам бы засчитали победу так сразу пришло в голову 3-0 бы выиграли может премиальное получили в Пикин да вот а вы фаталист вообще да нет не скажу что фаталист в каких-то вещах надо быть и фаталистом ну например полет на Фар-Эра нет я не знал шансов отказаться то не было по большому счету но я думаю что некоторые возможно бы отказались если бы знали что такое такое будет приключение такая будет тема 925-4-двойки 93.2 вайбер ватсап доступное вот что вы спрашиваете задает слушатель телефонный номер которого заканчивается на 8366 ребят пожалуйста подписывайтесь кто-то говорил что вы как и Андрей Тихонов могли встать в ворота тогда ок что значит в воротах я так ну люблю поигрывать скажем так мне это да мне это нравится но мог ли я стать в общем-то у меня росток-то не очень в мое время там когда я играл могли стать в ворота более крупные скажем так ребята ну при не то что при желании если бы нужно было такая такая это и некому было стать стал бы не то чтобы с удовольствием но думаю что что-то бы и спас бы где-то от чего-то возможно еще один вопрос расскажите про Ковенаги почему у него не получилось в Спартаке но я от себя добавлю как уехал начал там просто забивать пачками говорил говорю и буду наверное говорить что не не в то время он пришел в Спартак то есть человек Ковенаги это форвард был штрафной площади он забивал все свои мячи с вратарской ну или с 40 метров как он и у нас в принципе забивал там с 40 метров невероятные голы но в тот момент когда он пришел Спартак только нащупывал игру свою и в общем-то Старков ставил игру от печки от обороны и с ставкой на быстрые фланги на быстрый выход и на контратаки ну то есть Фернандо не обладал сумасшедшей скоростью чтобы убегать постоянно каждый раз от защитника он все-таки футболист я повторюсь штрафной вратарской там со штыка забить там каким ну такой скажем если можно так сравнение Мюллер Герт Мюллер то есть он координированный очень хорошо опять же очень хорошее чувство мяча и момента но у нас беда в том что у нас очень мало было таких моментов что мы атаковали большими силами и что надо было в штрафной площадке решить эти вопросы у нас немножко по-другому строилась игра и Рома Павлюченко в общем-то в этой игре смотрелся гораздо интереснее 276-09-32 276-1932 код Москвы 495 Михаил здравствуйте алло добрый вечер добрый день извините хотел бы выразить Максиму Кринченко огромную благодарность являясь болельщиком его таланта вот и хотел бы вот просто тут звонил один человек говорил что ничего особо не выиграли но я бы хотел сказать что шестой год чисто случайно Спартак не стал чемпионом пропустив там последних минутах отшинника торпедо-голы и седьмой год если бы мячик чуть-чуть бы полетел бы правее и левее я имею ввиду Раменское и Спартак тогда был бы чемпионом я бы просто я звоню и хотел просто выразить вам огромную благодарность за преданность клубу за преданность болельщикам за ваши прекрасные голы вот вы говорили там Кавенаги 40 метров забил а вы не представляете что у меня творилось дома когда вы забили в пятом году в торпедо-1-0 в центре поля такую голуху чумовую там положили просто мама не горюй поэтому Максим я желаю вашей семье всем вашим близким крепкого здоровья всех благ всего самого наилучшего с Новым Годом спасибо Мария Максимовна тоже здесь Мария Максимовна передает спасибо и поздравления тоже с наступающим все да друзья спасибо большое вам за теплые слова вот тоже новость которая интересует всех которую уже озвучивала Мария Терская приход точнее возвращение именики в Спартак вот вроде у Спартака в атаке все в порядке нужен именики-то сказал бы что у Спартака в атаке все в порядке в Спартаке нужна вариативность именики вот за Луиша нету именики по по своим габаритам параметрам в общем-то они в общем-то достаточно похожи с именики то есть это страховка за Луиша получается ну страховка ли это конкуренция это конкуренция которая в любом в любом виде она не помешает не повредит если она будет здоровая а то что она в общем-то будет здоровая при живом карьере я в этом уверен то есть там пока пока фут-фут-фут никто не балует Квинси промес на ваш взгляд это все для Спартака сейчас ну показал показало время что и без Квинси можно я говорил что и буду говорить что это не системообразующий футболист для Спартака это все-таки нападающий это страйкер это это тот футболист который очень важен но без него играть можно и без него играют это Квинси один из главных одна из главных наших пёст и опять же никуда его отпускать не надо по крайней мере в этом сезоне до лета чтобы он доиграл но без него очень даже вижу Спартак на ваш взгляд он в этом сезоне выступает так же ярко как и в предыдущем возможно не так ярко но опять же говорил что он очень много играл без замен прошлый год весь и этот начал пока не получил травму я скорее всего что устал и спорная добавилась игр добавилась подустал тем более повреждение у него было недавно дорогие друзья Максим Калиниченко у нас в гостях задавайте свои вопросы совсем мало времени у нас остается до паузы вот какой вопрос видел ролик когда Дмитрий Анатольевич Оленьчев говорит промесу через переводчика показывает ему на какую-то крутую тачку и говорит Квинси сегодня забьешь трешку машина твоя вот и это видео попало в сеть вот может быть вас каким-то образом мотивировали таким образом хотелось бы хотелось бы дело в том что у меня трешки никогда в жизни не забивал хотелось конечно но Трика у таких официальных мальчика у меня по-моему не по-моему а наверняка не был но меня хоть мотивирую хоть не мотивирую у меня там шансов было мало забить три а вообще не только вам а может быть кому-то может быть всей команде обыграйте ЦСКА три недели выходных премиальные для этого созданы в общем за ЦСКА они были немножко больше чем обычно и заоблачные заоблачных премиальных к сожалению или к счастью никогда не было реклама не верю что этот торшер продается так дешево и что на это кресло такая скидка тоже не верю Маша ну сколько уже можно не верить у нас и так полная тележка твоих не верю только с 22 декабря по 25 января невероятные цены на распродажи в Икеа новогодние скидки в Спортмастере спешите срок проведения акции с 21 декабря по 9 января Спортмастер ни дня без спорта количество товаров ограничено подробности на сайте спортмастер.ру организатор ООО Спортмастер ищите где выгодно купить смартфон Самсунг покупайте у экспертов только до 31 декабря во всех магазинах ноу-хау можно купить смартфон из Самсунг кредит без переплаты купите смартфон Самсунг и получите подарок до 2000 рублей на следующую покупку подробности в магазинах ноу-хау ноу-хау поговори с экспертом удорожание товара приобретенного в кредит не происходит за счет скидки продавца в размере 12% от первоначальной стоимости товара кредит предоставляет банк-карнер ООО ХКФ Банк генеральная лицензия ЦБРФ номер 316 Расстряси Юлмарт на подарки только в декабре купи новогодние подарки на сумму от 7000 рублей в Юлмарте и получи возможность выиграть MacBook Air iPhone 7 и еще более 100 тысяч крутых призов генеральный партнер акции компания Hasbro подробности на сайте юлмарт.ру и у консультантов акция действует с 1 декабря 2016 года по 15 января 2017 года информация об организации акции сроках призах месте и порядке их получения по результатам акции на сайте юлмарт.ру количество подарков ограничено Юлмарт РСК СПБ СИЗОВ 2А ОГРН 111 784-760-79-00 Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Город Город Герой Герой Один город Один чемпион На Спорт-ФМ Город Чита Герой Дмитрий Носов Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 в Афинах Дзюдо Родился я в городе Чита Вернулся спустя 27 лет Многое конечно практически не изменилось И я даже попал в ту квартиру в которой я жил Ну и конечно вся эта атмосфера Это военная часть где служил отец возле дома Чесосны Этот багунник которым окутан Чеченский край Это конечно все ранит мое сердце Это моя родина Надеюсь я буду все чаще возвращаться в родимый Забайкальский край Чита и Дмитрий Носов Город-герой Каждый день на Спорт.ФМ Ритмы спорта на Спорт.ФМ Шакира Трек Вака-вака Информация о дорожной ситуации по данным портала Яндекс.Пробки Три балла сейчас на столичных трассах Наибольшее затруднение на час На улице Верхние Поля от улицы Капотня Дом Кат 50 минут простоите на Новогегорьевском шоссе от станции Анечкина Дом Кат 34 минуты на Волоколамском шоссе от улицы Карбышева до Речной 26 минут на Хамовническом валу от Новодевичьей набережной до Лужнецкого проезда 20 минут на Третьем транспортном кольце с внутренней стороны от Кутузовского проспекта до Шмиттовского проезда Спортлайф Спортивный образ жизни Всем еще раз здравствуйте Это Спортлайф на Спорт.ФМ Категорический спортивный привет говорю вам я Роман Мазуров и я напоминаю что мы продолжаем общаться с замечательным футболистом легендой столичного Спартака Днепра четвертьфиналистом чемпионата мира в составе сборной Украины в Германии тренером молодежного состава металлиста Максимом Калиниченко прорва вопросов но давайте немножечко их позадаю а то вы скажете что я ничего не читаю 925-4-2-93-2 5-5-3-3 слово спорт начали сообщение а еще лучше позвоните и выскажитесь 276-09-32 276-1932 код Москвы 495 Александр добрый день здравствуйте ну я болельщик Спартака очень нравился Максим Калиниченко и если можно два вопроса первый значит тут вы по-моему начинали в Спартаке центральным полузащитником однако ближе вот уже к концу своей карьеры в Спартаке чаще вы играли слева и сборной Украины тоже вы играли по-моему больше слева вот все-таки где вам было комфортнее играть вот как вы себя ощущали левым полузащитником или центральным это первый вопрос и вы все-таки поиграли у многих тренеров в том числе у Романцева ну у известных на Украине играли у Блохина того же сборной вот из тренеров у кого вы тренировались ну с кем было вам наиболее комфортно что ли для вас именно вот спасибо большое спасибо здравствуйте комфортно что значит комфортно играть знаете как поначалу конечно ну все детство все и юношество и молодость действительно был центральным полузащитником на той позиции играл который Газаев говорил что ее не существует под нападающими но в Спартаке Егор Титов никуда от этого не денешься периодически играл с ним как бы в два таких в два атакующих но потом Романцев поставил меня причем он меня поставил я даже помню как это первая игра моя была вообще в жизни крайним полузащитником это в Питере было с Зенитом уже это когда мы 2-1 выиграли и на следующей следующая игра с Ростовом мы стали чемпионами я тогда первый раз играл крайнего полузащитника ну поставил значит пришлось играть и никуда от этого не денешься набегался как собака но тем не менее касательно где комфортнее ну везде было комфортно зависит от команды зависит от партнеров зависит вообще от соперника дают играть не дают главное что играешь я к тому моменту я уже понял что где не поставят там надо играть приносить пользу да приносить пользу и играть хорошо чтобы играть следующую игру просто наверное тут еще имелось в виду что если говорить о тренерах потому что в своих интервью вы говорили что конфликты были практически со всеми разногласия вот может быть с кем было меньше разногласия не конфликты я не сказал бы что конфликты прямо разногласия были со многими с большинством тем меньше ну вообще конечно Романцев он наверное дал такой путь в большой футбол скажем так я попал в большую команду к большому тренеру и наверное самый большой вклад в становление моего как футболиста наверное все таки Олег Иванович очень комфортно было со скалой до определенного момента и наверное из таких из последних это Альтман в Таврии при нем ну очень хорошую форму набрал и физическую в общем-то играл постоянно чувствовал доверие и менее всего таких каких-то вопросов было кстати вот если говорить про Альтмана вот вы говорили о том что его сбор вы прямо себе законспектировали что там было такого интересного и уникального и особенного ну это не в том что у него там уникальное просто к тому моменту я уже понял что надо конспектировать в общем что уже время проходит и нужно уже какие-то что-то дальнейшие шаги предпринимать и что-то уже просто так оно и не запомнится потому что слишком много тренеров слишком много разных упражнений методик ну то есть Семен Иосифович он всегда отличался такой скрупулезностью к тренировочному процессу я посчитал нужным в какой-то момент это все положить на бумагу и чтобы оно было и не прямо как там копировать в тупую но какие-то вещи брать за основу то есть и от этого уже там отталкиваться а вот как как тренер скажите вы что больше исповедуете например есть тренеры которые работают в основном на физуху как Валерий Газаев есть тренеры которые делают упор на работу с мячом есть тренеры которые просто заставляют футболистов бегать как будто это легкая атлетика вот у вас как ваше видение подготовки команды ну ноги должны быть сильные в любом случае но другое дело как ты будешь эти ноги делать сильными можно в тренажер можно без без мячей загнать людей но мое видение что любую нагрузку которую ты даешь без мяча можно дать с мячом то есть набегать можно и с мячом естественно есть какие-то вещи есть базовые вещи как я считаю что нужно все-таки их пробежать то есть километраж определенный нужно добежать но там гонять 100 по 100 или там 200 по 50 ну на мой взгляд это настолько уже не актуально это убивает футболисте любовь к самому футболу то есть надо чтобы футболист хотел идти на тренировку а не хотел проспать ее прогулять там закосить сказать что у меня там задняя передняя или что-то чтобы футболист знал что это ему поможет но какими-то сейчас методик масса и упражнений масса и беговой работы масса которая в общем-то противная достаточно но не до такой необходимой не до такой степени бестолковая что просто хочется прибить бутсы повыше и сказать идите вы называем футбол Квинси Промес кстати говорил о том что сборы практически все футболисты ненавидят но без этого нельзя потому что машина должна ехать на бензине здесь закладывается база на весь сезон абсолютно верно это никуда не денешься тем более что в таких реалиях как живет Россия и Украина где перерыв большой приходится сборы тренироваться долго и нудно и успеваешь по несколько раз набрать потерять форму то есть это такой достаточно специфический процесс из Тель-Авива пришло сообщение максимум респект за заслуги и вопрос что думаете по поводу победы Милана или же проигрыша Ювентуса в Кубке Италии спасибо Александр ну очень рад на самом деле за Милан это такая моя давнишняя страсть скажем так что думаю ничего по этому поводу не думаю ну Милан показал зубы Милан в этом сезоне достаточно неплохо играет и такой знаковый момент мне кажется это серия пенальти где Донна Рума все-таки переиграл Буфона и наверное преемник достойно растет если дай бог все будет хорошо никаких травм никаких там не случится ничего сверхординарного то Донна Рума вырастет в общем-то он уже потрясающий вратарь для своих лет и по своим данным и по своей игре он это если бы не было Буфона это номер один кстати по поводу Буфона помню ваш твит когда сказали что когда умрет Буфон очень не скоро его групп поставят в ворота сборной и он не пропустит ну это сумасшедший вратарь это это один из тех футболистов на которых не одно поколение в общем-то молятся молились наверное будут вспоминать еще очень долго то есть это эпоха это даже не одна эпоха самое большое уважение это это болельщики только уже поколение болельщиков готовы носить Буфона на руках так он еще и в Россию грозится приехать а он еще и приедет а он еще и приедет и еще как сыграет и сыграет да а на ваш взгляд вот все-таки на текущий момент кто номер один номер один из вратарей да тут тоже тяжело ноер был в какой-то момент но надо понимать что оборона обороняется вся команда то есть у итальянцев оборона у немцев оборона если оборона трещит по швам никакой вратарь там не поможет и Дахеа отличный второй уже сезон по-моему проводит подряд за Манчестер то есть Куртуа есть в Реал хотят его кстати есть облак молодой масса молодых Касилиас сейчас в общем-то начал играть на порядок лучше чем играл в начале после перехода то есть и Касилиас очень талантливый и очень знаковый вратарь который провалил ну немножко наверное скорее психологически он провалил после ухода из из Реала вот так масса масса вратарей достойнейших дорогие друзья Максим Калиниченко у нас в гостях далее задам вопрос о российских голкиперах конечно же спорт.фм будь первым реклама курсовой прием Вука-Вука позволит вам почувствовать себя по-мужски уверенно и вы будете твердо готовы к неожиданным сексуальным приключениям Вука-Вука можешь тогда когда хочешь биологически активная добавка не является лекарственным средством категория 18 новогодние скидки в спортмастере спешите спорт.фм продолжается и возвращаемся к футболу ибо у нас в гостях Максим Калиниченко легенда старичного Спартака и всех других команд в частности Днепра и конечно же сборной Украины спрашивают у Максима Калиниченко помнит ли он дерби 2007 года когда Янчик забил в добавленное время но мы ждали все этого вопроса напоминают если бы не напоминали давным бы давно забыл это видимо болельщики ЦСКА пишут я был на том матче но больше всего конечно я помню кубок России когда горели 1-3 сравняли 3-3 и по пенальти выиграли тогда вот я тоже был на этом ЦСКА выиграл естественно вот тоже это прекрасно помню а я не помню и хорошо и хорошо Максим вот Спартак сейчас на первом месте идет и учитывая то какие матчи были и матч с Ростовом вот начали уже стенать что раньше Зениту судьи помогали а теперь Спартаку что-то же надо говорить особенно удивляет когда Зенит это говорит да-да-да не но Мерча Лучевску всегда так говорит Мерча это это Мерча он всегда это я уже говорил что это его стратегия это его стиль это его ну это он в этом все для победы то есть запугать расшатать нервы всем вокруг главное чтобы твоя команда чувствовала себя победителем и ее никто не трогал ну на это надо так смотреть Спартаку надо так на это смотреть что собаки лают караван идет то есть не надо на это внимание обращать да а смотрели матч Урал-Терек тот самый нашумевший когда 4-1 не смотрел но мне хватило ленты в твиттере и до и после то есть ну есть комиссии пускай разберут а ваше время футбольное были странные матчи они были есть в любое время то есть сейчас время не очень хорошее их наверное больше но посчастливилось мне в тех командах играть которые не не играли ни с кем и ни во что возможно кто-то там отдельно отдельно этими персонажами были но это такие исключения подтверждающие правила то есть я наверное горд тем что ни разу там за мою эту за мою карьеру не то что я не сдал ни одной игры то есть даже считанное количество раз предлагали а ну предлагали конечно предлагали ну глупо отрицать просто вот Дмитрий Кузнецов которого мы сегодня уже вспоминали добрым словом он в своих интервью рассказывал что когда приезжали особенно играть в Армению там куда-нибудь просто подходили и говорили не сдашь матч не уедешь ну это то время такое было я читал массу интервью как бы этих взрослых уже футболистов которые говорили что это было есть все-таки тогда Кавказ немножко по-другому финансово себя чувствовал чем все остальные регионы то есть там все могло быть если не возьмете вы они говорили мы дадим судьям то есть ну так и тогда не было такого освещения телевизионного то есть можно было убить так что никто и не заметит сейчас это нереально дорогие друзья Максим Калиниченко я напоминаю у нас здесь в студии поэтому пожалуйста задавайте свои вопросы вот на смс-портал пришел из Ставропольского края финал Лиги Европы шахтер против Зенита насколько реален если да кто фаворит ну почему бы и нет скажем так потому что команды на самом деле очень очень мощные если по сетке раньше не встретятся то главное чтобы и не в России и не в Украине этот финал провели да давайте немного абстрагируемся от футбола читал что ваш любимый спортсмен это легендарный велосипедист Лэнс Армстронг ну не сказал бы что он прям любимый спортсмен но это человек который состоен восхищения в общем-то после своих высказываний после всего того что он рассказал после своей карьеры это ну это нужно иметь мужество чтобы обо всем этом рассказать потому что сколько труда все равно как бы ни было допинг допингом но труд и велоспорт это вообще колоссальный затратный вид спорта конечно попробуйте ехать две недели подряд 200 километров в гору еще и под солнцем по холоду по дождю по всем этим вещам но это очень тяжело тут просто на велике покататься уже потом лапы отваливаются а так ну это видно по ним что они очень очень тяжелый труд ну и после всего этого отказаться от всех своих титулов от всех своих медалей спонсоров денег да 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 сказать что вот я принимал да это все нечестно ну я великий да причем же никого не сдал сказал что только я какое-то время конечно я понимаю его почитателей которых он скорее всего обманул но в общем-то он он остался чист в конце концов он очистил свою душу себя очистил я считаю 276-0932 276-1932 код Москвы 495 Алексей здравствуйте добрый день добрый день уважаемые господа Алексей болельщик ЦСКА с 32-летним стажем так ждали вас я немножко Максиму конечно хочу пожелать здоровья чтобы он ну играл там на любительском уровне все-таки человек адекватный и ну хочется пожелать всего хорошего ну маленько поспорить хотелось бы Максим ну вот во-первых вот знаете я честно вот скажу никакой у меня нету вот предвзятости ну вот ну такого такого просто вот игры такой как тянут Спартак да там каждая игра вот знаете как в фильме у всех купил да кого не купил убил да ведь в каждом матче видно как судьи удаляют вот неужели значит игрокам будет приятно отмечать вот такое вот чемпионство потому что что творилось с Ростовом вот последняя игра я не помню с Амкаром или там с Рубином там удаление на ровном месте значит Зобнин падает ну там борьба просто раз удаление спасибо большое Алексей ну вы спросите у поколения ЦСКА было им приятно некоторое чемпионство до этого праздновать или как я не буду с вами спорить у каждого конечно свое субъективное мнение я пытаюсь быть объективным и некоторые скажем так в некоторых чемпионских заходах ЦСКА я им противостоял и я вам могу сказать что периодически хотелось не то что там убить кого-то я не знаю ну и плакать хотелось от безнадеги потому что ну то что творили и с нами то есть и со всеми остальными там ну бывало всякое то есть я бы сейчас бы не стал говорить что Спартак как-то тянут за уши ну то есть я объективно стараюсь сейчас смотреть я чувствовал в какое-то время что было не все честно дорогие друзья я напоминаю что у нас в гостях Максим Калиниченко и сразу же после небольшой паузы маленький сюрприз Мария Максимовна не надо снимать гарнитуру пожалуйста наденьте ее надевай у нас также в гостях замечательная доча прославленного футболиста Мария Максимовна расскажите чем вы занимаетесь в свободное время от учебы вы учитесь? ну да где? в школе наверное ну нет не в школе еще нет это подготовительные какие-то занятия? в садик ты ходишь или нет? хожу ну а куда еще ходишь? на подготовительные занятия очень хорошо спортом занимаетесь? да каким? компьютерным да киберспорт? на каким-то какой там киберспорт на танцы мы ходим да? на какие? на балетное о замечательно нет желания попробовать себя в футболе например как папа? ну видимо не очень много ну да или просто на него нет времени на этот футбол какие-то 11 мужиков бегают с другими 11 мужиками гоняют мяч вообще непонятно зачем да? да но иногда с пацанами в деревне у бабушки гацаешь футбольчик нравится голы забиваете? да то есть в нападении играете наверное да ну так если получается почему бы не попробовать я думаю не надо не надо у него красивые ровненькие ножки не надо чтобы они кривели как у папы да вот так друзья профессиональный футболист Максим Калиниченко на всю страну официально заявляет что у футболистов кривые ноги у меня по крайней мере не знаю да ну вот Роман Широков же когда у него спросили почему вы не забили голы он говорит ну если были бы ноги попрямее наверное может быть и забил бы так что знаете совпадения здесь быть не может никаких случайности не случайны да видимо да Мария Максим как вы в Таиланд летали с папой да как вам там понравилось мне да песочек тепло наверное не хотелось возвращаться в эту Москву ну да ну да а ты кроме да что-нибудь скажешь нет Мария Максимовна для вас это дебют в радиоэфире сейчас я так понимаю да то есть вы первый раз разговариваете да на всю страну сейчас вот это звезда ты наша вот это да вы знаете лиха беда начала понравится не вытащишь тебя потом отсюда я согласен Мария Максимовна очень скоро будем говорить о женском хоккее вот пока папа вас фотографирует очень скоро будем говорить о женском хоккее и к нам придет в студию призер чемпионата мира участница олимпийских игр в Сочи поэтому если хотите оставайтесь может быть вы не будете заниматься футболом а будете заниматься хоккеем и поймете что это может быть где-то даже и женское дело вы знаете что такое хоккей да вот замечательно дорогие друзья Мария Максимовна Калиниченко и Максим Калиниченко были у нас в студии ребят очень приятно с вами общаться поэтому будьте у нас на Колыме заходите еще такr�obil у нас в студии у нас в студии и у нас в студии в студии когда ноч saving